ДИГНИТАС СНГ коллектив, команду HellRazor Но вообще на сайте CSGO Lounge мнения разошлись Кстати, ДИГНИТАСы победили на ножах, ну и соответственно начну скорее всего за защиту Рестарты Пошли у нас, но почему-то Кучер не был готов Попали ему свои тиммейты в голову, Кучер по-моему АФКшет Кучерок, Кучерок очнись, Кучер стоит Сейчас я кстати попытаюсь у нас узнать у менеджера команды HellRazor Почему же команда собралась на буткэмп и почему у Моу такой низкий пинг Возможно у нее есть ответы, но пока давайте смотреть Под яму подошли у нас два игрока, команды HellRazor, стендин Моу и кто-то еще А это бомба лежит, прошу прощения Я бомбу принял за игрока Вот он Кучер, который в принципе готов подойти К Моу нет, взял Диггл, пойдет на ковры Интересный кстати выбор пистолета у Кучерка Я так понимаю он с ковров на тренировках научился отстреливать Наверное головы или хелпу И отсюда будет творить какие-то чеса Тем временем на Б у нас выходят два игрока, фейкуют Пропускает гербай одного-второго, делает сразу же килл Ангел погибает, пытается забрать Досю, Досю не делает своего убийства Тем временем команда Дигмитас понимает, что скорее всего фейк Пошел у нас выход на Аплент МСЛ жмет И Эйзи умирает на Дельпане Это было важно В итоге приходит в спину Дося к МСЛ Который вроде как должен ожидать подвал Потому что кербай конечно же давал информацию В итоге бомба у нас установлена на Апленте И очень непростое положение теперь у команды Дигмитас Остается кербай, остается Ника Но и шансов очень и очень мало Практически нету Вот он кербай, вот он Ника Бомба стоит за сигаретой И три игрока атаки находятся Просто в такую букву Х Хлпа, яма и ковры В итоге погибает у нас Ника Остается последний кербай Есть у него дефузы И он уходит на сейв Сейвит в итоге дефчики и первый армор Интересное решение Бомба взрывается и 2 хп всего лишь было у кербая В итоге он ничего не засейвил В принципе мог идти до конца Кучер сделал 1, фраг, Адрен 2 и Дося 1 Ну а также взрыв кербая В итоге 1-0 Террористы повели в счете Напоминаю, что матч Hellraiser против Dignitas в рамках GO CL лиги Три ЦЗшки Эйзик Ярба MSL Муха у Пимпа Кстати, Dignitas недавно Кикнули из команды Извините, Dignitas Фетиша выгнали из команды Dignitas Совсем недавно И взяли MSL Не знаю, с чем связан Такой кик, такое решение Мне фетиш В принципе крайне импонирует Но я думаю, что здесь Что-то Из разряда конкуренции И амбиций Между Пимпом Скорее всего Возможно Ником Ника Пимп Ника И вот фетиш Потому что фетиш Капитан команды Бывший уже И Возможно У него было другое видение На тренировочный процесс Да и вообще на игру Его коллектива Тем временем Досин Забирает MSL У нас на коврах Выходит парень Из команды Хэррисис На Аплэнт Изи убивает Ангела Спреет Адрана Отличная работа Изи погибает И два игрока На Зиге у нас Остаются Кьярбай И Пимп Пимп из муки Питается вычислить Центр Замечает за белым Ячком Моу Тот живет У него 56 кп Муха Ой-ой-ой Хэдшот опасный Очень от Моу Справляется он С пушем от Кьярбая Ну и соответственно Пимп уходит сейвить Свою муху Но и счет становится Уже 2-0 За Игроками Атаки За командой Хэррисис Пимп ушел Далеко на ковры Но его со всех сторон Пытаются найти Обнаружить И зажать Но в принципе Позиция хорошая Бомба Скорее всего Вот-вот взорвется Ну и все-таки Счет у нас Будет 2-0 Вот он Ну и Пимп засейвил Свою винтовочку Это уже игра Дорогие друзья Попрошу я Кстати сейчас Ээээ Чтобы сверху У нас как-то И флаги поставили А то что-то Совсем у нас Обленились Обленились Админ И флаги не поставили Названия команды У нас нету Эйзи Тем временем Стоит на дельпане В смоке Его не видно Эйзи вылез Попадает Хэдшот И кучерка Сняли И кучерка Чит Пацаны Почему же Не прикрыли А пацаны Не видели Грамотная игра У нас от Эйзи Была в смоках Что-то похожее У нас на дасте Знаете Когда я новый Смок показал Ну Правда многие написали Что он никакой Не новый Но все равно Смок собрал 50 тысяч просмотров А это значит Что для большинства Все-таки этот смок Достаточно Хороший Новый И Будут пользоваться люди Но и здесь Такая же ситуация Вообще В кс го Можно Использовать Похожие смоки В принципе В любой позиции Главное Самому научиться Его кидать И подобрать Нужную дистанцию Нужную позицию Пимп врывается С дельпана Боба у нас Будет взрываться Пимп уходит на сейв Пушит яму Опасная Опасная антиага От команды Хэллрейзер Сатан выживает Доси выживает При этом ХП у них очень мало Потеряли слишком много Девайсов Ашера И соответственно Если сейчас Что-то пойдет не так И Дигнессы Возьмут хотя бы Один раунд в защите Скорее всего Возьмут и второй Потому что у Хэллрейзер Денег нет у нас У Моу И денег нет у Ангела Также проблема будет У Кучера Единственная Человека Которые могут Дать какие-то дропы Это Адрин и Доси Но посмотрим Будут ли они давать Моу Находится в начале центра Чекает коннектор И там у нас есть Игрок защиты Который готов Вычислять Моу Но тот не пошел Одиннадцать тысяч Пятьсот шестьдесят четыре Кила У Моу На его Потертом Азимов Статтреке Дость на коврах Ангел в яме Ну и вроде как Аплент Можно зажать Со всех сторон Я так понимаю Кучер будет напрягать Обык под Б Моу при этом в мидле Хорошая моменталочка У нас кстати от Ангела Второй кнопкой мышки С разгона Проверяет сразу углы Там никого внутри нету Но и МСЛ слышал Что как минимум Один оппонент Есть в яме МСЛ врывается Забирает Ангела Под моменталку Ну и никто Ангела конечно же Не разменивает Он был сам Ковры не выходят Дость стоит пассивно Тем временем Три игрока у нас Находятся на центре Пимп в зиге Ну и теперь Ребята из холдрейсер Сдумают Куда же Нужно пойти Эйзи Забирает нас кучера Ника на холпе Чекает Досю Видит своего оппонента Бомба у нас в яме Ника спреет И Адерон погибает В итоге Моу с Доськой Хаешка на головы Хае попало Дось пытается убить между Забирает МСЛ Ситуация 2 в 4 Ну и можно в принципе Сейвить Было бы неплохо Но команда Хаэллрейсер С другого мнения Пошли Вышли И погибли Атейзи с Пимпом Счет становится 3-1 Ну и вот Надо ситуация Адерон и Досе Деньги есть И 3 игрока Денег нет Но команда Хаэллрейсер Срешила сделать бай Дропают друг другу АК-47 Я так понимаю Есть у нас 4 Оружия Но и кучер Как раз таки Тот человек У которого был полторы У него 2 900 И он думает Что ему покупать Купил Галил И первый армор Интересное решение Очень многие На месте кучера Купили бы Тег 9 Второй армор И раскидку И мне кажется Это намного лучше Чем Галил с первым Потому что Против тебя Эмки И буквально Пуля в голову До свидания кучер Соответственно Галил хоть оружие Неплохое Но вот армор За террористов Очень сильно решает Особенно второй Ангел Тем временем Стоит в яме Видит Робана МСЛ Вышел как-то Не очень удачно Ангел Словил хороший тайминг В этот раз с Ангелом Находился кстати Все тот же Досе И парни ожидали Что если будет Такой же выход Под флешку на яму Тогда Досе Досе должен Размениваться И тогда команда Вроде как Остается 4 в 4 Тем временем Ангел Опять выходит из ямы Спрей на Дельбана Попадает неплохо Поэзи Но и сам получает в голову 10 хп остается у Ангела Пошла раскидка Б плента Тут у нас Киарбая слеп За белым фургоном Уходит подальше Со всех сторон его напрягают Но он еще и умудрился Сделать 1 килл Отличная работа В любом случае Ситуация 3 в 4 Ника В библиотеке Бомба ставится на арке Ну и пока что Все хорошо Для хеллрейзерс В итоге И Кучер кстати Сделал свой килл С Галилом Делал с 3 хп У него остается Сумел разменять Своего тиммейта Моун Забирает на сейзе Ангел начинает Нашивать смоки Очень удачно получается У Ангела В этом раунде Подобные прострелы Ника красный Уходит на сейв Пимп уходит на сейв И команда Хеллрейзерс Судя по всему Возьмет Четвертый раунд Напоминаю что На сайте КС Гоу Лаунж У нас 43% На команду Хеллрейзерс 50 Извините Не 50 А Раз 43 Значит 40 Извините 57 57% На команду Дигнитас И они являются Фаворитами Но я согласен Что здесь Действительно 50 на 50 И в принципе Я уже не раз говорил Что Очень удобно Ставить на КС Гоу Лаунж Как раз таки На Гоу Цель Лигу Потому что Здесь Велик Шанс Ничьи Двеемки МСЛ Пимп Фама Сукьяр Бая Ника С АВП Находится Играет он В коннекторе Забирает Моуза Белым ящиком Ситуация 4 в 5 Становится Ангел играет Как всегда Агрессивно На яме И никто Его пока что Не останавливает МСЛ Догадывается Что Капитан команды Хеллрейзерс Играет здесь Действительно Очень уверенно И можно Его как-то Подлавливать Но Ангел Накидывает Моментальные Гранаты МСЛ Начинает Спрей Замечает Его Ангел Еще Спрей Ну и разошлись Вроде как Миром Тем временем Эйзи Забирает Нас Ангела Вышел С головы Сделал Свой килл Два игрока На центре Есть у нас Кучер Под Б Б Ну и Хеллрейзерс Теперь Будет Думать Куда Пойти Смог Второй Кнопкой Мышки Не удался Пимпу Или двумя Возможно Кидал Но явно Не туда Засунул Свою Гранату В итоге Пинг За белым Ну и как раз Таким Кучер Играет Очень аккуратно Вычисляет Б Плэнт На стрельбу И решил Отойти Нет Возвращается Возвращается Кучер Игроки Пытаются Индивидуально Сыграть Ничего Особого Не получится Хотя Не раз Мы замечали Когда В меньшинстве Показывают И тимплей Хороший Зажимают Какую-нибудь Позицию И Берут свои фраги Ну вот таким вот образом Кучер замечает Задний плэнт Но Пимпу Он конечно же Не проверит Очень хорошо Сработал Киарбай Он выдал Своё месторасположение Но при этом Пимпа уже Не проверили И вот такая вот Заявочка Остается Дося Один в два Зашли все-таки Хеллрейзер Снабе Плэнт И шансы Теперь Неплохие Бомб стоит Дося Возле белого фургона Замечает Зиг Попал Немножко Уходит на форест И еще Зиг Спрей И тут Эйзи Ваншот Скалаша Отличная работа Счет становится 4-2 В пользу Все тех же Хеллрейзер Но теперь У них уже У всех Естественно Денег Не будет Ну и скорее всего Придется делать Полное Эко Думаю Это Шеры Ангел Купил Калаш Интересно Зачем он это сделал Все купили Калаши Но все Не купят Ангел Калаш Адрен Калаш Моу Калаш Тег Девятый У Доси И П-250 У Кучера Три АК И два Пистолета Отталкиваются Ребята Из команды Хеллрейзерс Ну в принципе От правильных Вещей От того Что у команды Противника В следующем Возможно Будет Эко Но МСЛ И Эйзи Подлавливают Ангела И Моу Вот опять же Ну слишком Агрессивно Действует Ангел И Достаточно Однообразно И конечно же Команда защиты Привыкает к этому Адрен погибает На коврах МСЛ Остается дальше Забирает у нас Ями Кучера Ну и вот он Последний Доси Один против пятерых Теперь МСЛ Красный Он конечно же Никуда вылазить не будет И минус Доси 4-3 А вот теперь уже Команда Хеллрейзерс Просела очень сильно По деньгам Нужно будет делать Эко И за счет этого Эко И прошлого раунда Команда Дигнитас Поднимется По экономике Ну и вот С одной стороны Ашайры все делали правильно И рассчитывали Поломать Денежную систему Своего оппонента С другой стороны Проиграли раунд И теперь Дадут команде Дигнитас Взять и четвертый Скорее всего И пятый раунд Потому что По 250 Всего лишь 2-3 На команду 2 глока Нету у нас Арморов Абсолютно Команды Хеллрейзерс Поэтому Задача Ну максимум Конечно поставить бомбу Задача минимум Убить одного Лучше двух игроков Команды Дигнитас Это было бы уже неплохо Ника Находится у нас в окне Пока что Чекает подсадку на себя Тем временем Кьярбай Чекает банан Ну и вот он Пимп Пимп в Зиге В окошке Ника Команда Хеллрейзерс Собралась пойти Вроде как на Б Или зажать Б плен с двух сторон Тут у нас Ашеры сделали В окно Подсадочку Дося будет пытаться Напрячь Коннектор Ну и Хорошо Позиции Ребята из команды Дигнитас отдали Своим оппонентам Причем Очень важные позиции И тут действительно Можно через это окно Попытаться разыграть И разыграть Достаточно неплохо Ангел с Кучером Сидят пока что в окне Ну и начинается выход МСЛ Красный 12 хп Ника забирает Ангела Ну и бомбу Можно установить Как-нибудь на сигарете Прикрывать хилпу Эйзи Забирает Адамена Уходят они на дельпан Кучер забирает Одного из своих оппонентов Про и дальше Попадает в Ника И задачка-то сделана Отличная работа Дося Врывается в дельп Она убивает МСЛ Еще 4-4 Но 3 девайса Потеряла команда Дигнитас И в итоге Уж слишком далеко По деньгам Они пройти Не смогут Вперед Остается 7 раундов В первой половине Очень мне понравилось Как разыграли Ашеры Этот Эко-раунд Ну и тут конечно Больше вопросов Дигнитаса Ника слишком пассивничал Он отдал полностью Это окно Но в итоге По сути Два игрока на дельпане Ну Дали себя зажать И Ничего сделать не смогли Понятно Потому что и ковры могли выйти И яма И коннектор И хелпа А тут Ника Надо было конечно Сыграть поувереннее Не знаю Из окна Из окна Как-то отстреливается И к сопернику С пистолетами Но видимо Дигнитасы не посчитали Экономику своего врага И думали Что Ашеров Возможно Бай Эйзи Забирает нас Мидл Сразу же Размен Ну и пошел Выход на Аплент Адрен Перегородил Себя смаком Идет через коннектор Дося Забирает Ника на дельпане Чекает на ячко Отличная игра На размене от команды Хэндрейзерс Ангел забирает МСЛ Ситуация 2 в 4 Адрен Красный Дося красный Бомба ставится за сигаретой Ну и команда Дигнитас Может делать сейв Но Кярбай Заходит в яму И шансы пока что есть Адрен Не слышал своего соперника Возможно в последний момент Но не смог среагировать Кярбай пушит дальше 80 хп Чекает плент Забирает Моу 2 в 2 Дося красный Вся надежда на Ангела Вот он Ангел на холпе Позиция прекрасная Дося на коврах Ангел Спрейд И забирает Кярбай Отличная работа Буквально В минимальную щель Увидел своего оппонента И еще один килл Минус пимп 5-4 Команда Хеллрейзер За атаку берет еще один раунд И вот оно Это эко Друзья 3000 у Эйзи 3 у пимпа Соответственно Команда Дигнитас Вынуждена делать Эко бай раунд И теперь уже Дигнитас И рискует точно так же Как Хеллрейзер Несколько раундов назад Видите как все повторяется И насколько важно На эко Не просто сливаться А постоянно убивать Двоих Троих своих оппонентов Потому что Тогда Рано или поздно Соперник Вынужден будет делать Эко раунд И за счет этого Эко раунда Можно будет уже закрепиться Но пока что Эко бай От команды Дигнитас 3 Эмочки Вторые арморы Пимп Спай 250 Ангел Просто замечательно Играет на яме Очень уверенная работа Постоянно вычисляет Там своих оппонентов Не дает жить Ник попадает С головы по Ангелу 28 хп остается Ну и теперь можно Отойти поглубже Не стоит умирать Нужно быть полезным В своей команде Накидать какие-то гранаты Ну и Делать работу Дость на коврах Пока что Чекает толпун Замечает своего оппонента Забирает Нига Отличная стрельба Дость как всегда Выход через яму Игра на размене Адрен забирает Эйзи Ситуация 2 в 4 Пимп И Кьярбай Кьярбай поджимает В итоге Б Остается у нас Пимп 1 На Дель Пане У него пистолет И он не знает Что делать Ну возможно будет Нинджа дефузить Но вряд ли ребята Из команды Хелл Рейзер Сдадут что-нибудь Подобное сделать Вот он Пимп Чекает голову Ну и Моу Проверит ли Да проверяет Моу под флешку Пимп слегкой Пытается зажать Не судьба Ну и Кьярбай На стуле В мидле Сейвит свою М И теперь Экономика команды Дигнитас Очень сильно просядет Отдадут они Шестой раунд И в следующем раунде Будут играть С одним девайсом Если Кьярбай Засейвит Ну а остальных Игроков будут Пистолеты П2000 Или П250 На денег Очень немного По 2000 МСЛ Кьярбай И Ника Но правда У Кьярбая Эмочка 2800 у Эйзи МСЛ Пимп Ника И Эйзи 2800 Но это С ним девайсом Тут ничего Другого Посоветовать Никто бы не смог Команде Дигнитас Вот он Кьярбай Давайте за ним Посмотрим Как он реализует Свою Эмочку Как всегда Из ямы Ангел первым Кьярбай Забирает Ангела Хорошая флешка На трон МСЛ Забирает Осю Команда Хеллрейзер Слишком сильно рискует Вышли они на Аплент Ника На голове Пока что Рискнет ли упасть Между Пока что Не рискует Просто стоит В смоках Не знаю Что он пытается Обнаружить Кого найти Выходит С головы Отличный Хэдшот Забирает Моу Ситуация 2 в 1 Куча Расстает Сус Красным И погибает Команда Хеллрейзер Отдает Эко С одним Девайсом Но вот Слишком Читается У нас Хеллрейзер Ангел Постоянно Напрягал Нас Яму И только Поэтому Кьярба Решил Пойти Судя по всему На Рабана Потому что МСЛ Сказал Блин Возьми Свой Девайс Вот один И попробуй Мне помочь Пожалуйста И все Получится Ну и пока что Герда Тоже негодует По поводу Выхода Из ямы На Эко Рекомендовала бы Она Похолдить Команде Хеллрейзер Законтролить Карту Ну и понять Что у соперника Всего лишь Один девайс Хотя я уверен Команда Хеллрейзер Предполагала Но они боялись Другого Что мол Сейчас пойдут Делать дефолт И тоже Поумирают Потому что Мка может Там где-то Поджать Сделать килл Потом Перегруппироваться Сделать килл Отдать девайс И так далее Поэтому некоторые Команды Там Нави Ну не только Нави Часто принимают Другое решение На Эко Не халдить Не контролить Выйти просто Всем в одну точку Ну и в итоге Тут 50 на 50 Противник угадал И затащил Ангел Возле ямы Тем временем Выход На Бэплент Ангел Так понимаю Пойдет теперь Запирающим игроком Но его тиммейты Поумирали Слишком быстро Минус 2 от Пимпа Вот он Ангел И на Апленте Конечно же Никого нету Очень быстрая стяжка От команды Дигнитас Ну и Даже не знаю Ангел будет сейвить Ангел будет вычислять Без Понятия Вот он Товарищ Кирилл Карасев Отличный хэдшот Забирает МСЛ Я думаю Отстрелы какие-нибудь Нам покажут Ангел Пытался Забирать Киарбайм Счет 6-6 И теперь уже Денег нету У команды Хеллрейзерс Да Напоминаю Действительно Друзья Что у нас Бест оф 2 Противостояние Две карты Очень удобная Система Для Ставок На сайте CSGO Лаунж Потому что Когда играют Две Одинаковые Команды По скилу Примерно Одинаковые Тогда скорее всего Ждет Вас ничья И соответственно Вы ничего не теряете Ну и не приобретаете Тоже с одной стороны Напоминаю Что у нас Две карты Карту Дэмираж Выбрали Ребята Из Дигнитас Ну а карту Кэш Выбрали Хеллрейзерс Ну и пока что Хеллрейзерс Показывают Очень хорошую Атаку Играют они Со стендином Моу Очень Старый Казахский Игрок Снайпер Который Возможно Нам покажет Как нужно Стрелять с АВП Правда не знаю Останется ли Моу у нас Дальше играть За Хеллрейзерс Или все таки Это Буквально На 1-2 матча Хотя У всех Игроков команды Хеллрейзерс Очень хороший Низкий пинг 25 Это Классно Вообще у команд Одинаковый пинг И такое Впечатление Что команда Хеллрейзерс Играет на буткемпе А вот Дигнитасы Естественно По домам Но я не знаю Зачем Хеллрейзерс Собрались на буткемп К чему они готовятся Возможно Они просто решили Больше уделить Времени Как раз таки Тренировкам В одном помещении То есть на лане Тем временем Ангел забрали Ника сделал свой Килл с АВП Под Б Находятся у нас Парни из команды Хеллрейзерс Халдят немножко Контролят половину карты Никого у нас нету В яме На коврах Соответственно Если бы команда Дигнита Сделала поджим Тогда бы они Прочитали информацию Ну и Моу Начинает раскидывать У нас Б плент Но команда Хеллрейзерс Готовит какую-то Интересную Фейковую тактику Заходит в коннектор Под раскидку Б Адрес Хороший тайминг Замечает сигарету Пытается прошить МСЛ Сделали килл Выход через Перемычку Эйзи между Не проверяет И он делает Основную работу Забирает одного Второго Минус кучер Ну и третьего Наверное Моу Один Против четверых Хорошая тактика Все было бы неплохо Если бы Ангел не погибл В начале Тогда бы он Скорее всего Зашел через яму Убил бы игрока Между И команда Хеллрейзерс Успешно Зашла на Аплент И действительно Как раз таки В этой тактике Очень важно Чтобы все люди Были живы До того До того Пока Команда Не сделает Окончательную тактику Кучер Забирает МСЛ Размен от Моу Ника Убил Кучера Пока что Ситуация 4 в 3 Адрен минус Моу знает Что в окне Находится у нас Пимп Но по-моему Эта стеночка Да не шьется Пимп В итоге погибает Отличная работа Дальше от Моу Ой-ой-ой Вот это Муха Вот это красавец И Ангел Забирает Ника Отличная работа Счет 8-7 Ну и буквально Через 10 секунд Команды поменяются Сторонами Ну что дорогие друзья Пистолетный раунд Который очень важен Причем для Обеих команд Ибо тот Зацепит за пистолетку И возьмет 2 антиэка Тот выйдет Вперед Как морально Так и экономически Ну и соответственно Легче всего Будет игрокам Дикнется Наверное Киарбай Забирает Нас Ангела Ситуация 4 в 5 Пошел у нас выход Адрен Зиге Пытается принять коннектор Отличная работа Минус Эйзи Аплайн В итоге зажимается У нас с нескольких сторон Адрен Пытается убить Коннектор Три игрока у нас На Дельпане Бомба стоит Уходит Игроки команды Дикнется На яму Доси Не дает этого сделать Пока что Все неплохо Для команды Хеллрейзер Есть коктейль Молотова Есть флешка И дефузы И это очень важно Киарбай Минус Доси Еще и в голову Попадает у нас По моу Тот живет Киарбай Наваливает Ой-ой-ой Как же он навалил Адрен 76 кп Убивает игрока Между И счет 9-7 Команда Дигнитас Все-таки Берет Пистолетный Раунд Крутая Инжидальная Игра Хороший Хэдшот Взглаков Ну и вот он В принципе Рецепт 9-7 Но не Сдаются Ашеры Делает Акабай Покупает СЗшки И мухи Кто Комментатор Комментатор Дорогие друзья Пожелал Остаться Неизвестным Сегодня Дебют Комментатора В рамках Гоу ЦЛ Впервые Я комментирую Контерстрайк Поэтому Не Обижайтесь Если что-то Не так Ангел Играет у нас В смоках МСЛ его Замечает Ангел думал Словить какой-то Пиксель Но не судьба Нычки Погибает Дося Ну и команда Дигнитас Неплохо Раскидала Аплэнт И вот как-то Хеллрейзер Просто по одному Пытается в эти смоки Пробраться И никто Конечно же Килы не делает Если бы вместе Подошли и выпрыгнули В эти смоки Другое дело Тогда бы игроки Команды Дигнитас Вряд ли бы Справились со всеми И Ашеры бы Ну сделали Минимум 2 кила А тут действительно По одному Каждый действовал Индивидуально А в итоге Не судьба У МПшечка У Уэйзи Калаш Кярбай Галил Калаш Пимп И П250 У Ника У команды Хеллрейзер Конечно же Денег нет Только что Делали Экобай Сейчас Без арморов Правда Хватило Немножко Средств На П250 Ну и Флешка У Ангела Ну а Диги Делают в принципе То же самое Опять же Три яма Два ковры Действуют Аккуратно На стрельбу Чекают все позиции Пошел у нас выход И вот Не угадывают Хеллрейзер Просто не угадали Сделали засаду Они на Бэпленте Тем временем Поджал на центр Моу Дал всю Инфу Своим Новым тиммейтам Ну нельзя Как они будут Торопиться Не знаю Точной информации На каких правах Здесь находится Моу Пока что он стенды Он даже не подписался У нас Хеллрейзер С одной стороны Я Буду рад Если он попадет В эту команду Потому что Я например Моу Во-первых Знаю его лично Постоянно Видел его В разных матчах Но Напоминаю еще раз Что Никогда Моу не играл За Сильные СНГ Коллективы Или стенды Где-то Поигрывал Или В основном Во второй Или третьей Команде Казахстана Но Финансирования Сами понимаете Особого не было И посетить Международные турниры Моу Не мог Поэтому Таких вот Международных турниров У него было Буквально парочка Но с другой стороны Рад С другой стороны Не очень рад За его Команду XGameKZ Которая в рамках Ютс Целиги Показывает неплохой Уровень игры И В принципе Играет тоже неплохо С другой стороны Из-за пинга В Казахстане Перспективы Ну такие Не очень хорошие MSL Забирает нас В Диги Адрена Выходом От команды Диггтас на бэплент Моу В библиотеке Чекает сразу Несколько позиций Промахивается По переднему пленту Ну и в принципе Можно уходить на сейв Моу и Дося Два в четыре И счет становится Двенадцать семь Это опасно Очень опасно Друзья Видите Находят Дося в окне Не смог Миша Засейвить Свою ямочку Ну и вот он Моу Прячется в нычке Найдут ли его И нет Его не нашли Снайперская винтовка Один девайс На команду Hellraiser Все остальные Тиммейты Могут купить По 250 Возможно флешки Какие-нибудь первые арморы Ну и сделать Своего рода Эко-бай раунд За который В принципе Можно зацепиться Ну и команда Hellraiser Так и делает Только без арморов Хотя на Арморы Деньги были И в следующем раунде Денег добавят По 3000 Поэтому в принципе Команда Hellraiser Смогла купить На Б Быстренько Выходят У нас тем временем Ребята из команды Дигнета С Адрена Подсадили в нычке Не знаю проверят ли его Нет Его не проверяет Адрен Спрейт Делает один билд Приходит во время Моу Минус еще и от него Отличная работа Ангел заходит в спину Замечает Нико Хорошо 2 в 3 Киарбай на Форесте Эйзи ставит Бомбу в арке Чекает зигзаг Ну и как-то вот Со всех сторон Команда Hellraiser Сдействует И сейчас у них Это прекрасно получается Моу Чекает задний плент Получает Очень много Дэмэджа прострелом Ангел случайно Забирает своего тиммейта Ой-ой-ой-ой-ой В итоге Киарбай минус Дося У Ангела нету Дефузов И это все 1 в 3 Киарбай Ой-ой-ой Кирилл Карасев Какую оплошность Он допустил Забрал тиммейта В итоге У Киарбай Хорошие шансы Разыграть тот раунд Замечает Ангела Видит, что тот не дефузит И Киарбай Тащит раунд 1 в 3 13-7 Дигна соберут Еще один раунд Ну и теперь Полноценный бай У обеих команд Естественно И по сути Последний шанс Команды Hellraiser Зацепиться За эту игру Ангела Ангел Очень хороший был шанс Только что Взять Эка Счет по дабы Был 12-8 Полноценный бай Ну и сами понимаете В защите на карте Дэймираж Взяли бы еще Переломили соперника Добились бэка И возможно бы Пошло-поехало И буквально Вот один такой раунд Один фейл И до свидания Эйзи Хаешка в коннектор Чекает У нас Эйзи Очень уверенно Моу У того 40 кп Был слепой Отошел Дигнитасы Ну видите Счет 13-7 Позволяет себе Очень уверенные действия И из-за этого Как раз таки Ну играет все лучше и лучше Потому что Хеллрейзерс Понимает Счет давит Напряжение Очень большое Стендин в команде И Игра Не клеится Что называется Ника На переднем планете Тем временем Ярба выходит на Аплэнде Лайдкил Остается последний Ангел Но еще Становится Сами Видите 14-7 Ангел Будет уходить Сейвить В следующем раунде Возможно команда Хеллрейзерс Ну невозможно А точно сделает Бай Потому что На 15 Никто не пойдет Играет они в защите Ну как-то вот так Вроде за террориста Показывали хорошую игру Со стендином А за дефенс Как раз таки Не очень Не знаю чем это связано Вроде Моус АВП в своей тарелке На центре Ну пистолетные проиграли Потом первый бай И вот потом Могли зацепиться Они зацепились Теперь еще один бай И как бы 14-7 уже счет 4 АК 47 Кнайперская винтовка Уника Команда Дигнитас Причем делают Очень простые вещи Там Навязали игру на центре Зажали бай Теперь подошли под а Будут делать раскидку Полетели у нас гранаты На пленте у нас всего лишь один Дося Прилетает флешка Дося слепой Играет на сигарете Прилетает смог Дося пока что ничего не видит Стягиваются у нас игроки защиты Давят Интересным образом У нас головы Дюрмэсэйль Минус ангел Ну Диги просто великолепны Если честно Классно стреляет Читает своих оппонентов Попадает на ура В итоге кучер Остается один Против четверых В коннекторе И Ну Можно кучеру только Соболезновать Потому что он один Против четверых Конечно Ничего лучше сделать не может 15-7 Команда Дигнитас В шаге от победы На карте Дэмми Раш Но я напоминаю Что у нас еще одна карта Будет Кстати счет Вот он счет 0-0 Пока что Ну и следующая карта Это карта Дэкэш Эту карту как раз таки Выбирали Ребята из Хеллрейзер Ангел Откидывает тэшку в мидл Отворачивается Отклепил неплохо Своих оппонентов Забирает МСЛ Ситуация 4 в 3 В большинстве у нас Ашеры Бомба выпала Эйзи забирает кучерка Ангел действует Еще Наглее в мидле Откидка флэша Акэйзи Подловил все таки Капитана команды Хеллрейзер Тем временем Пимп вышел у нас на бэрплэн Дает инфу Что здесь никого нету Но бомба на центре Ашеры об этом знают Но особо не пытаются Стреляться и воевать Пимп выходит в зиге Чекает коннектор Заметит сейчас дочку Попадает Минус дося Хороший хэдшот Ну и теперь последний игрок Защита Это Моу За ним в принципе и смотрим Получится ли разыграть Крайне тяжелую ситуацию Или нет 28 хп Он топает Теперь знает Прекрасные игроки атаки Где находится Моу Он залазит В окошечко И идет на бэрплэн Нет передумал Думает Моу Не понимает Куда же пойдут Игроки атаки Ну тут сами понимаете Бомбы на центре Могут пойти как на бэрплэн И действительно Прочитать их очень тяжело В итоге угадывает Моу Уходит на бэрплэн Находится на заднем плэнте Замечает зиг Пимп Дает инфу Что оппонент На заднем плэнте Моу подлавливает пимпа Отличная работа Не сумел у нас пимп сыграть В итоге Моу ну просто Красавчик Уходит на апплэн Все четко делает И Отлично Читает своего оппонента Айзи красный Замечает Моу Соперника Он ставит бомбу За сигаретой Моу начинает нашивать Эту позицию Забирает АК-47 Эйзи против Моу Спрей И Моу тащит Великолепно Просто великолепно Счет становится 15-8 Команда Хэлдрейзерс Остается В игре Остается В этом противостоянии Напоминаю дорогие друзья Что у сайта Гоу Цель Есть Что? Есть дорогие друзья Свой сайт Гоуцель.gg Где вы можете глянуть Во-первых стрим Расписание В-третьих Понаблюдать за статистикой Очень красиво у нас Сделана статистика По киллам По смертям По кд И так далее Поэтому пользуйтесь Обязательно сайтом Если вам интересны Голые цифры Ника Забирает нас Моу тем временем В центре Ситуация 4 в 5 Становится У МСЛ АДХП тем временем Работает он Аккуратно За белым ящиком Ну и Дигги Особо не торопится Контроль Это не полкарты Прочекал Эйзи коннектор Кстати хороший смок Такая там еще и щель Есть специальная Через которую Можно вычислять Своих соперников Под флешки Грамотные Очень действуют Дигги Эйзи Еще один смок Коннектор Ну и теперь в принципе Б плен будет зажиматься С некоторых сторон Что у меня карта Все время съезжает Кучер откидывает Коктейль молотого В зигзаг Разворачивается под Б Коктейль горит Но проходит у нас Игрок атаки Адрен в итоге Зайти в этот коктейль Не может преследовать Своих оппонентов Ну и 2 в 3 По-моему стоит у нас На Б Далеко В принципе находятся Игроки защиты Адрена подловили в центре Не ждал он Что Киарбайс Будет заходить Еще и зиган Доси на заднем пленте Пошла по нему инфа Спрей от Доси И Уходит в копилку Первая карта Команде Дигнитас Субтитры сделал DimaTorzok